Итак, в регионе создадут центр развития и поддержки авиационного лизинга. Соглашение с компанией «Льюшин Финанс Ко» заключено на ВДНХ, где продолжается работа выставки «Форма Россия». В планах наладить в регионе восстановление летной годности отечественных самолетов с дальнейшей передачей в операционный лизинг, аренду или реализацию российским эксплуатантам. Часть производственных задач будет выполняться на площадке «Авиастар». Регион динамично развивается. Темпы роста промышленного производства уже 111% на сегодняшний день. Я думаю, к концу года, наверное, выйдем на 112%. То есть, в принципе, мы достигли уровня конца 2021 года и сейчас экономика будет только расти. Для нашей экономики проект с компанией «Льюшин» интересен с точки зрения загрузки региональных промышленных предприятий. Больше 3 миллиардов рублей привлекут на расширение производства Димитровградского автоагрегатного завода. Осуществить планы поможет льготный заем от Федерального фонда развития промышленности. Переговоры с его директором также проведены в столице. Благодаря федеральной поддержке наладят выпуск подрамников, рычагов, передней и задней подвески для автоваза, а также для сборки перспективного отечественного электромобиля «Атом» и «Москвича». С точки зрения экономики для России Ульяновская область – это самолеты, Ульяновская область – это наш автогигант УАЗ, знаменитые внедорожники УАЗ, это и УАЗ «Буханка», и очень универсальные машины, это УАЗ «Хантер», это УАЗ «Патриот». Во многом эти и другие региональные проекты успешны благодаря поддержке Федерального фонда развития промышленности только в этом году. Профинансированы 13 проектов на 15 миллиардов рублей.